Смотрим на... О, касса! И ты тут! А я так как знал! Как знал! Вот. Ну, тебя тут, Колян, экзаминировать будет? Ну, чё у кассы из хорошего? Волков маловато. Гулей... Почему гулей две, а волков один? Ну, вообще норм, как бы. Команда готова. Всё есть. Надо просто убить Колина, в принципе. Аккуратно играя. Аккуратно играя, надо просто убить Колина. В плане того, что... Ну, Колина маг, конечно. Могучий зук, который, кстати, в этом матчапе играет. Абрыгальт играет всегда. Здесь, кстати, маленькая ошибка. В чём маленькая ошибка, ребят? Надо было сначала бить волком, и уже после этого давать блиц в этого парня, чтобы перекрыть волка от блица зугом с МБ. Ну, это так. Просто маленькая деталь. То есть, просто дали халявный блиц зугу, который просто может наролить не самые сложные кубы простейшим блицом, сделать минус волка, и касса, которая играет с одним волком, мягко скажем, очень сильно просядет. Проблема, конечно в том, что волк в этом матчапе играет не очень хорошо, потому что у него нету джаги. То есть, волк не играет, потому что здесь блодж сайдстеп, здесь пятая сила, а здесь блодж с финдом. То есть, как ни посмотри, волк не очень эффективен. Но и продавать волка, который один из двух там мобильных игроков, это плохая мысль. Не, не, Рейвен, просто объясняю детские ошибки. Немножко, понимаешь, приятно повыебываться, когда ты смотришь игры не самых сильных людей, и можно сделать вид, как будто ты умеешь играть в ББ. А вот. Ну не знаю, вдруг касса прибавила в скилле. Ну пока я, кроме маленькой ошибки, такой, около технической, ничего особо не увидел. Ну да, технически ошибся. Ну да, братьям Бена флеш-големия вторым апом это животная игра. Но в целом нормас. В целом, типа, ну, пойдет. Мы и так знаем, зачем ты вышку смотришь? Зачем? Я смотрю вышку ради новых ощущений. И я тебе могу сказать, что я каждый раз, включая вышку, открываю для себя новые страницы. Я, наверное, не помню ни одного матча вышки, который не заставил бы меня офигеть, я так коротко скажу. Ну, я понимаю, касса, я вот тоже вышел в этом сезоне плей-оффа на 1900 некорах, и мне офигенно понравилось, потому что на 1900 некорах после андедов думать вообще не надо. Это на андедах ты, играя все матчапы, ты сидишь, и у тебя коленки дрожат, вот, пот течет, и ты ждешь, что сейчас все пойдет плохо. А на некорах ты просто всем пихаешь в лицо и не волнуешься особо. Некор вообще абсолютно ноу-брейн на таком ТВ. Без шуток. Ну, пока ты не играешь с какой-нибудь жопосранью, типа Колена, который тебя снайпит, или типа каких-нибудь там Нурглей 2200. В любой другой ситуации изи. Ну, Колену дали шанс, Колян реализовал. Спасибо, что не пробой. Зачем Колену давать шанс, я не понимаю. И, честно говоря, единственный хороший способ играть против Мага Колена, это играть расстоянием. Ну, или, или, или хорошим шахматным порядком, или расстоянием. То есть, либо позиционка, если ты крутой игрок, если ты нубяра, то, конечно, расстоянием. В общем, не то и не то. Вот этого хода я не понял, Колянцу правильно делает. Я не понимаю, что вы не понимаете? Колян сейчас поставил кассу рачком. Просто держите в голове то, что Колян понимает, что он скоро кончится, но у Колена есть Маг. И касса, во-первых, обязан будет тратить реролл на любое сложное действие, и любая ошибка с мечом закончится голым. А, я про некров? Да, некры, некры, некры. Надо, кстати, Абрыгальда пытаться убить. По-хорошему. Это говно кубы. Здесь надо гулей бить вниз. Блядь. В смысле вот здесь надо было абсолютно спокойно блицевать гулей, толкать вниз, подбирать мяч. И если повезет, и ты уронишь, фалить пяткой Абрыгальда. Но вместо этого еще и трата рерола до подбора мяча, не снимание Абрыгальда с мяча, да здесь Колян, простить, может даже без мага разобраться. Ну, с магом вообще полный ноу-брейн. С магом вообще полный ноу-брейн, но типа а, ну, окей, сорян, я не рассчитал, окей, изи. прям, прям нормас. Я на секунду задумался, в чем была идея хода, а потом все как вот. Просто без эрола 4 плюс кинем, ну, нормально, да, такое. Вот, когда Колян так хорошо шестерки находит. Спасибо, что гуля не трещит. То, что гуля не трещит, это прямо ну, не сказка, но это очень хорошо. я понимаю, что сейчас будет подбор мяча, и надо связать такл. Реролл будет, это Колян. Это, это, это чисто Колян, ребят. Жалко, что не смерть. Вообще-то Колян сейчас сыграл как жадное животное. За такое вообще убивать надо, но игра сказала, что как бы окей. Ну, это, жадно животное игра, ребят. Просто, просто animal, просто animal. Ну, что, волчиком кушаем, подбираем, уходим в закат. Что ты мне сделаешь, я в другом городе за мат извини. зачем ты даешь шанс? шанс? Ну, в таком случае надо было сначала ударить сосай степпера, а потом уже подбить и подбирать мяч. А, ладно. ну, как бы, да, ты дал шанс. Просто вот Колян один из немногих игроков, который, играя как животное, имеет план. Понимаете, в чем дело? Просто вот с Колином есть супер железное правило. Не давай Колину шанс. Никакого шанса. Колину нельзя давать шанс. Он животное. Грязное, бессовестное животное. И он кинет. Это один из немногих игроков, которые показывают, как бы так правильнее сказать, он как бы животное, но разумное животное. Это как если вы дадите какому-нибудь леопарду или гепарду человеческий интеллект. Это самое страшное, что может... Это дельфин-убийца, Лок. Нет, нет. Это дельфин-носильщик. Понимаешь? Это дельфин, вот когда ты залезаешь в бассейн, он пристраивается к твоей заднице и насилует тебя. нельзя давать дельфину себя насиловать. А вот как бы ну тут дают. Ну, Колян, конечно, показывает просто ультра-животную игру. Окей. Нет, я понимаю, что без рерола уже очень опасно и тоскливо, но конечно, животное животным. Нет, ну сейчас выиграет себе ход, поставив Абрегальда на мяч, да. А, даже подобрав. Окей. Ну ладно, там спринты на рероле. Такл занят. еще и поставил. Не, ну, конечно, Колян лакер. И в этой игре я бы сказал, что Колину пару раз уже довольно прилично зашло. Акасия, я смотрю, прям прилично не заходит. Я просто скорее говорю про то, что вот, ну, ну, нельзя давать ему шансы. Ну, он факин энимал, честно, он факин энимал. Конечно, скилловый энимал, но как бы я бы понимаете, я бы даже дал такое простое объяснение, кто такой Колян. Вот, когда ты играешь с Клином, вот, ты точно должен знать, что вот, как бы, план даже уровня 5+, даже уровень плана 5+, будет реализован с вероятностью процентов 90. Ну, стокер, эм, просто холопы, холопы очень хорошо работают под эти планы, если можно так выразиться. Абрыгальд все-таки имеет очень большой запас прочности, и Абрыгальд как бы, эм, короче, грубо говоря, Колян, Колян наиболее плохо играет против надежных команд. Типа гномы там, я не знаю, хэдэ, зонки, еще что-нибудь такое. То есть, команда, у которой, в принципе, отсутствует дисперсия, да, она, конечно, Коляну жопу-то порвет. Я не спорю, что, ну, короче, грубо говоря, играя с Коляном, ты должен понять, с кем ты играешь, понимаете? А вот Касса не понимает. Касса играет с Коляном, как будто Колян нормальный. Он ненормальный. Он ненормальный. С каких пор зонки это надежная команда? Краби, я имею в виду, что, если против Колина выйдет, там, шесть блоджерных зонок с гордами, Колян нихрена, я имею в виду, в драке они будут надежны. Я про драку. Ну, в принципе, эльфы тоже хорошо казнят Колина. В общем, надо иметь поменьше всякой жопы. Но я не спорю, мне не нравится игровой стиль Колина на холопах. Я согласен. because he can краби. Because he can. Не, ну, слушай, все-таки иногда кармическая справедливость наступает. То есть, например, в прошлом сезоне, в позапрошлом сезоне, Колину перестало переть, и он в итоге даже ливнул. Мне просто кажется, что Колян не понимает, когда ему прет, а когда ему не прет. Да, мне тоже кажется, что Зуга надо было фалить, но как бы. Мне кажется, в этот момент краби типа поплыл, поплыл уже касса. Проблема в том, что против Колина очень легко поплыть. Он тебе блюет кубами в лицо, он тебе блюет кубами в лицо, и ты начинаешь совершать ошибки, которые ну, не совершал бы в обычное время. Ну, вы сами знаете, как это бывает, лолкек, ребят. там совершенно понятно, как Колян это делает. Я могу вас успокоить только тем, что холопы не возьмут чемпионство рубла. Ну, может возьмут, когда уже выйдет Бладбол 3 и в лиге по Бладболу 2 останется только комбинатор. Тогда, может, Колян возьмет на холопах чемпионство, хотя, может, комбинатор его и обыграет, не знаю. Это единственное, что успокаивает. Там можно сразу с гранд-финалом начинать будет. Ну, вообще, если говорить про нынешнюю ситуацию на... про нынешнюю ситуацию в дивизионе, как бы это страшно не звучало, да, комбинатор метит вышку. Но, если говорить чуть серьезнее, вот прям супер серьезно, ну, комбинатор еще не играл ни одного минусового матча, покроме Хохи. И то с Хохой ему прям, ну, очень сильно заперло. То есть, ну, Пивас играет лучше, Гусь играет лучше, я не знаю, там, Тонг играет лучше. Ну, если коротко говорить. Я бы скорее сказал, что там вот за выход в вышку будет конкуренция между Пивасом, Гусем, Хохой, может быть, Краби. Посмотрим. Ну, слушай, у Гуся еще будут игры с санитарами, ну, вот. Там же со Сталином, конечно, ему заперло, но как бы там еще будет. Неужели Холопа настолько слабая команда? Дело не в том, что они слабые или не слабые, минусинск стоматия. Все намного проще. Тяжело на Индусментах в районе миллиона обыграть 2К Нурглей, 2К Орков, 2К Хаос. Ну, Хаос, ладно, попроще. 2К Некров, 2К Вудов. То есть, ну, банально, что в этих матчапах всех, все слабые качества нельзя будет компенсировать только магам, только Абрыгальдам и Зугам и так далее, тому подобное. Вот. Вот с деньгами, да, с деньгами странно. Ну, понимаешь, Амоса, чтобы выйти в плей-офф у Рупла, надо выиграть 6 матчей и еще не проиграть парочку. Холопы в Вышке на это просто не способны. Просто представьте себе, что, ну, холоп там в пике где-нибудь на 1300 ТВ, с двумя навыками на каждом холопе, попадают на Пупка или попадают на Мастера Зена или попадают на Лока или попадают на Ситара или попадают на там Арт Кости. Там, ну, ладно, с Арт Кости шансы, конечно, всегда есть, но я скорее про то, что, типа, ну, с любой более-менее качественной команды они ничего не могут. Ну, просто нет. Сука, Колян играл холопами в Вышке. Ну, достаточно. Он, конечно, молодец, что так долго тянул лямку, но по факту он ни разу не показал результата, который можно было бы назвать, типа, воу. Ну, это, конечно, на мой глубоко не профессиональный взгляд, холопы это команда, которая, ну, вот, как бы говно в проруби. Прекрасно. Жалко, что Апотека и спас. Привет, Хессер. Сколько пупок играл в Вышке. Ну, я люблю шутить над пупком. Я согласен, что, на мой взгляд, как минимум в одном сезоне абсолютно серьезно пупок должен был брать чемпионство. Самое смешное, что он в этом сезоне вылетел. Но это вот из разряда очевидное невероятное. Вот. Думаешь, он достаточно малой, чтобы пойти гулять Крэби. Я чуть пытаюсь найти сезон, когда последний раз Колян играл. Ну, правда, ладно. Вот, знаете, я смотрю, один раз, когда Вышка была очень слабой, Колян на Холопах занял третье место. Честно говоря, думаю, это пик. То есть, смотрите, Холопы, Коляна в то время были, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Они существовали девять сезонов, девять сезонов, из которых Вышки они играли четыре подряд. Пятое, пятое, третье и девятое места. Ну, и потом они вылетели даже из среднего, потому что дроп. Вот. Вот. Опять же говорю, то есть, лучший сезон, который Холопы показали Вышке, там, во-первых, были супер-адско-крутые кубы, это чистая правда, а, во-вторых, там сезон был, когда Вышке были Грейбани, Апоссум, Египтянин, Суртур, Джон, Мастер Зен, Диамет на Крысюках, Швед и Сирен. Сержик. Ну, то есть, как бы, Клину там было далеко до второго места, условно говоря. То есть, Колян лучший сезон закончил со счетом 4-1-4. Ну, скажем так, без оргазмов. Хорошо. Хотя, знаете, смешно, Колян три сезона заканчивал 4-1-4. И вылетел при счете 2-3-4. Реально, Колян 4-1-4 сыграл три сезона подряд, два пятых места и одно третье. Смешно. Смешно. В общем, не знаю, мне не кажется, что Холопы это команда для чемпионств или побед. Холоп это баловство. Практически под хвост. Вот. Не одобряю, в общем. Не одобряю. Гришновато. А почему Касса не стал кидать 2 ГФИ? Мне кажется, надо было кидать 2 ГФИ, чтобы попытаться забить быстрый гол. Ты все равно ничего не теряешь. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, добегал. Надо было кидать 2 ГФИ и пытаться забить гол и поиграть на ничью. Ну, ладно, это мелочь. То есть можно было и перекрыться, и перекрыться, и сразу засетапить гол. Ну, да ладно. А вот отдавать колену 3 куба с МБ, ну, ладно, он в 2 ударил, это не очень. Ну, колен, как бы, понимаете, да? Да, как обычно. В общем, не знаю, я, я, не учу других людей играть в Бладболу, сам не умею, но есть некоторые подходы к Бладболу, которые вызывают у меня отторжение. Вот, как бы, холопы вызывают у меня отторжение, арткости вызывают у меня отторжение. Я одну сейчас глупую вещь спрошу. Не стоило ли волком пытаться убить могучего зуга? Ничто же не мешало прокатить и пофалить волком? Ну, то есть бить в девятый армор эмбэхой это было не очень весело. Ну, да ладно. Жалко, конечно, что спасли Блицера. Ну, травма приятная, но она была бы приятной где-нибудь ход на второй, третий, например. А на тринадцатый что-то как-то уже не котируется, знаете ли. Немного, немного не то. Поздновато. Дорога ложка к обеду, как говорится. Тринадцатый что-то что-то не то. Дорога к обеду, Не понимаю, почему Касса не хочет играть на ничью, но ладно. Ощущение, что Касса уже просто снимает напряжение с коленом. Нет, я так-то согласен. В смысле, что колена надо бить ногами по голове. Три опыта Волчика, окей. Ничего себе, ребята, тут... Вы же знаете, да, о том, как весело все происходит в Америке сейчас? Там новый уровень. В Чикаго мародеры решили закосплеить... Ну, это фраза, конечно, но похожая. Red Dead Redemption, короче, реально толпа мародеров ограбила едущий поезд, который перевозил электронику. Мне сейчас хочется сказать, что я там вижу только... А, нет, вру. Нет, вижу одного белого. Или это не белый? Не могу понять. Но осуждаю. В смысле, расизм. Осуждаю расизм? Да. Да, холопов ломать... Холопов без навыков ломать, это не очень. Чё-то как-то, конечно, тоскливо вышло. Вот. Вот. Продолжение следует...